Всем привет. Последний доклад у нас. Сейчас опять будем голову сносить друг к другу. Поговорим о параллельных алгоритмах для обработки big data и поговорим о кластеризации. Я расскажу, как мы кластеризируем каталог на 10 миллионов товарных позиций. На самом деле там было больше товарных позиций, но, короче, это очень много. Поехали. Ну я вот так всегда начинаю. В общем, придется алгоритм изобретать заново, к сожалению, и это проблема. Это большая проблема, что когда у вас много данных, вам нужно изобретать алгоритм заново для того, чтобы он работал с помощью MapReduce. И какой выход, какой выход. Ну, допустим, смотрите. Мы экономим деньги и время и ищем, значит, библиотечку, которая нам позволит провести алгоритм кластеризации без программирования. Что у нас есть? У нас есть в Java платформе, у нас есть Machout. Я взял последнюю версию Machout, а как мы видим, что у нас алгоритмы, которые работают на одной машинке, их много, а на которые работают MapReduce, мы их гораздо меньше. Вы видите? То есть вот эти вот алгоритмы, видно, еще не изобрели, как их переводить на MapReduce, либо надо книжки читать, как это делать. В общем, пока у вас большинство алгоритмов будет последовательно. Поэтому, а у нас каталог 10 миллионов товаров. Нам надо их кластеризовать. А, я расскажу, зачем. Зачем мы хотим кластеризовать каталог? Смотрите, у нас рекомендательная система. Вот. У нас разные магазины. Мы хотим, чтобы, допустим, если ты посмотрел, выбрал топор, чтобы тещу зарубить, значит, на этом магазине, система должна это узнать, понять это, и на другом магазине тебе, значит, порекомендовать баян, чтобы ты потом играл и радовался. То есть надо научить передавать интерес. То есть надо, в общем, это первая задача. Вторая задача, это, например, ты купил фотоаппарат, и система уже знает, что ты купил фотоаппарат, да, и она рекомендует тебе батарейки к нему. То есть задача склеить товары, одинаково примерно выглядящие и в разных магазинах, да, между собой склеить в один кластер и работать на уровне кластеров уже. Понятно, что у товаров, откуда у нас берутся товары? У нас несколько десятков тысяч магазинов на Битриксе. Люди вводят туда всякие описания текстовые, различные, разные длинные, 3, 5, 7 слов, например, 12 слов. И кто-то вводит марки товаров, кто-то вводит модели, кто-то вводит производители. Понимаете, то есть либо взять, значит, поставить единую систему сбора и классификации всех товаров из десятков тысяч магазинов, это дорого, долго, тяжело. А мы хотели найти способ, как быстро склеить вот эти вот похожие товары между собой, да, и повысить качество коллаборативной фильтрации. Когда система знает уже вас хорошо, и не важно, что вы продаете такой баян или там баян такой-то фирмы, она понимает, что вы баян уже купили, и надо прикладать топор, допустим, и так далее. Поэтому вы ищете, как это все кластеризовать, и оказывается, что предложений на рынке не так уж много. Вот, пожалуйста, немножко мы предьюсер. Идем дальше. Дальше вы выбираете технологию, которая позволит вам работать с данными, вот с этими. Где вы эти данные будете, каталоги хранить и обрабатывать. Мы об этом на сегодня еще не говорили, но вот я выделяю 4 воюющих лагеря баз данных, которые есть. Нам вообще надо научиться очень хорошо и четко их понимать. Ну, первый, значит, набор, это сейчас вот у нас SQL выполняется на MapReduce. Давайте, значит, SQL в обычной базе не будет работать, это долго сложно, они не предназначили это, они устарели, поэтому надо SQL гонять MapReduce. там, Hive, Peak, Spark SQL. Но, например, другие ребята говорят, что вот, например, Cloudera, та же с Impala, Presta, Amazon Redshift, Vertica и другие решения. Они говорят, MapReduce, SQL через MapReduce, это отстой вообще, это тупиковый путь, поэтому нужно выполнять, нужно фактически на каждой ноде, где хранятся данные, поднимать драйвер, который будет лазить данные быстро. И при этом вот эти системы, я вам рассказывал, Impala падает, падает часто. Вот, ну так они устроены. В общем, ну вот считается, что вот этот способ, он самый правильный. Третий лагерь, значит, говорит Big Data, это NoSQL. Big Data, NoSQL, надо идти туда. Ну мы же понимаем, что такое NoSQL. NoSQL это набор фактически MoMcash от серверов в кольце, которые быстро могут выполнить запрос взять по ключу и вернуть все. Какие-то, может они еще что-то отсортируют вам. Вот NoSQL решение умеет сортировать данные по ключу, допустим, выбрать на ключ такой-то отсортирую по второму значению. Это они еще умеют делать. А больше они почти ничего не умеют делать. Ни джойны, ни агрегации. NoSQL вообще не для этого. NoSQL это быстро сохранить. Ну как родился NoSQL? Помните? Amazon или интернет-магазин. Они пишут DynamoDB свою там. Точнее нет, они что-то пишут, им говорят, ребята, делайте что хотите, либо увольняйтесь. Но задача, чтобы корзины клиентов сохранялись в любом случае где-то в баске. Придумайте такую баску. Они придумали типа кучу memcash серверов, соединили в кольцо, назвали DynamoDB и говорят, сохранить мы можем. Вот мы теперь научились сохранять. Потом индус-разработчик вот этот вот ушел из Амазона, его пригласил в Facebook, и чувак начал разрабатывать кассандру. Вот пожалуйста. То есть на самом деле все родилось из этого ужасного давления бизнеса на разработчиков, которые не умели работать с базой и придумали вот эту кучу memcash серверов в кольце. Так вот родился в принципе NoSQL. Сейчас у нас красиво кассандру, мы называем HBase, туда же Amazon, DynamoDB. Но в принципе об этом. И есть классика. Amazon, SQL, MySQL, Oracle. Они говорят, что это все фигня, короче, это горе от ума. В общем, я забыл Postgres, простите. Postgres. Как же я мог вот этого поставить, а Postgres не поставить? Вместо этого надо было поставить. Короче, классика говорит, что на самом деле релационные базы прекрасно работают с big data. Кто-то предлагает фрактальные базы данных. Кто-то было с фрактальными базами данных? А есть такой тренд. Ой, я забыл, кто предлагает. Есть такая база данных, которая фрактальная, типа она для big data работает. И вот там в общем, ну пока в общем мы посмотрели, что-то как-то она странно работает с big data. Вот такие лагеря есть. Плюс еще, что там у нас? Ну вот эти вот всякие штуки, там разные животные, там, ну эти вот Redis'ы всякие, там, Monge'ы там появляются. Ну, Monge'ы не для high load'а, сразу скажу. Redis' простенький довольно. Вот. Идем дальше. Значит, ну об этом мы уже говорили, то есть готовое решение для кастеризации, где выбирать? В Python'е где-то, вот в этой штуке, которая с большими данными не работает в Скайкетлеон, да? Ну нет там данных для кастеризации. Нельзя там большие данные загнать. Либо мы убираем, ну, R я не смотрел, но там тоже, они параллели, сейчас мы produce как-то, в общем, сейчас поговорим. Ну, с Park ML Lib, например, там вроде бы есть какие-то алгоритмы кастеризации параллельные, поэтому мы выбрали его и мы такие были прямо очень счастливы, что мы выбрали, нашли. Но вот и надо было теперь подумать, как же кастеризовать каталог, какими способами. Смотрите, вот был до этого доклад, очень интересно про нейронные сети, про изображения. В данном случае у нас другая задача, у нас есть тексты, их надо склеить. Как? Вообще обработка текстов, это вот отдельная область, там не только машинное обучение, там информационный для трил, там алгоритмы построения обратных индексов, алгоритмы ранжирования рассматриваются в Computer Science, рассматриваются алгоритмы релевантности и так далее. Плюс туда же приходит, надо понимать, что есть тексты, а есть стейминг, обычный стейминг портера элементарный, который там окончание отбрасывает, а есть еще морфология, а надо ли учитывать морфологию при кастеризации. Скажу сразу, морфология не всегда помогает, не бегите за морфологией, не бегите. Она иногда помогает, иногда нет. Есть научные исследования на эту тему. Она может слишком упрощать задачу. А стейминг мы решили использовать. Дальше, смотрите. Как это все кастеризовать? Ну, текст фактически, вам нужно превратить в вектор, правильно, какой-то вектор. И вектор этот надо, что такое вектор? Ну, какая-то точка в многомерном пространстве, правильно? И нужно эту точку склеить, склеить с другими точками, фактически. Ваш текст это точка в многомерном пространстве, другой текст это тоже точка в многомерном пространстве, И вам надо найти вот эти сгущения точек в многомерном пространстве. Так работает. Какие есть алгоритмы? То есть мы фактически взяли, от текстов ушли, привезли обычный вектор в математику, векторы. Какие алгоритмы есть? Классический алгоритм, который понятен всем, это иерархическая кластеризация. Вообще это всем понятен. То есть мы берем точки, склеиваем каждую точку с ближайшей точкой. Так-так-так подклеивали. Это кластера маленькие. Потом эти кластера склеились другими. Понятно, как работает. Постепенно капельки увеличиваются. Мы поднимаемся на уровень и получаем такое дерево кластеров. На каком-то уровне мы останавливаемся, например, миллион кластеров сказывается. В принципе, мы решили. Но нам ставилась задача руководством, чтобы мы из 18 миллионов товаров или 10 получили 1 миллион товаров. То есть нам надо это дерево из 18 миллионов построить, потом подниматься выше, 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 выше и получить миллион товаров. Но проблема в том, что алгоритм иерархической кластеризации, он, насколько я помню, там логеритмическая сложность N в кубе. Трэш. Не будет работать. Это надо ждать миллиарды лет, пока он отработает на этом объеме данных, на огромном кластье. Она в лоб не подходит, иерархистическая класть, не подходит. Вы можете сказать, а может быть, надо не все товары кластеризовать, а, допустим, часть товаров какую-то, допустим, выборку какую-то, а потом еще мудрить. Очень много данных. Не работает этот подход. Надо все товары кластеризовать, все товары. Поэтому мы пошли в сторону Каминс. Посмотрели Каминс. Каминс тоже работает. Это очень элементарный алгоритм. Не буду рассказывать. Кто знает, как Каминс работает алгоритм? Ну, многие знают. Он работает так же, там несколько проходов делается по данным. В общем, на больших данных он очень медленный. Очень медленный, и нам тоже почти не подошел. Еще Симинс, матрица, там можно нечетку кластеризацию сделать. Но тоже это все долгий, такой нудный, медленный алгоритм. Есть спектральная факторизация, такая же медленная, долгая, нудная. Не подходит нам на каталог. Есть вот DBSCAN, похожие там они по полотности. Вероятностные модели. И, в общем, для больших данных, оказывается, нифига, это ничего не работает. И надо какую-нибудь научную работу, диссертацию написать и решить. Ну, а у нас же сроки, дедлайны. Вот, понимаете, некогда диссертацию писать. Вот, что кластеризуем, я напомню. Мы кластеризуем описание товара, 2-10 слов. Классическая модель векторизации такого текста. Ну, самое простое в лоб решения – это back of words. То есть мы берем, значит, определяем, вот у нас весь каталог, мы определяем словарь, помните, да? Потом, например, у нас в каталоге получилось миллион вариантов слов. Сделали стейминг, там, 500 тысяч слов получилось. Потом мы делаем вектор 500 тысяч слов, позиций, и прописываем в каждой позиции циферку 1, если слово встретилось, 0, если слово не встретилось. Это классика такая вот матерая. Какие недостатки в этой классике? А, ну, стейминг морфологии я уже рассказал. То есть стейминг мы использовали, морфологию не использовали. Хотя можно было, ну, по исследованиям научным, в общем, решили туда не лезть, она особо и не дает часто ничего. Вот. Ну, кернел-хак, о чем тут я хотел сказать? Я хотел сказать о том, что вот этот вектор огромный, 500 тысяч, его очень сложно потом обсчитывать. Ну, представляете, каждый вектор, сравнить с другим, там, кластеризовать. Что такое кластеризация? Ты, когда ищешь похожих вектора между собой, даже найти два похожих вектора размером 500 тысяч, это очень долго. Поэтому надо научиться сжимать эти вектора. Ну, кернел-хак такой в лоб, дурный, тупой кернел-хак, это раскидать их не на 500 тысяч, а, например, сжать, допустим, на 100 тысяч. То есть мы хэшируем вот эти слова не в 500 тысяч, а в меньший размер, понимаете? При этом возникают коллизии. Ну, это такой рабочий, хороший инструмент. Да, коллизии возможны, там, но он работает. Мы его и не используем. Я расскажу, что мы используем. TFADF – это методика… Кто знает, что такое TFADF? Ну, часть только знает. В общем, это методика определения ключевых слов в тексте. Вот у вас есть куча текста, ваша задача и куча документов. Ваша задача – определить, какие слова являются ключевыми. Для этого вы считаете частотность, проводите статистическую обработку текста и считаете, если слово встретилось часто во многих документах, вы выкидываете нафиг. А если оно встретилось в малом количестве документов, но часто, там, вы его оставляете. Вы оставляете. То есть чем чаще оно встречается в одном документе и чем меньше оно встречается в остальном документе, тем оно является ключевым. Ну, разумный статистический подход. Но, опять же, он долгий. Мы не стали его использовать. И вот эта вот штука, Word2Vec. Кто знает, что такое Word2Vec? Одна рука. Вот я расскажу, что это такое, кратко. Это офигенная штука. Google ее предложил. Она основана на тупо статистической обработке кучи текста. Причем ищутся пары слов, ищутся соответствия, то есть ищутся контекстная похожесть, ну, ищутся точнее, и считается, какие слова встречаются вместе в тексте. Теща гармонь, теща гармонь топор, допустим. Вот эти слова встречаются часто. Поэтому фактически, если вы замените что-то другим, фактически вот эта система, то есть производится просто машинное обучение, строится модель, которая ищет похожие слова. И первая задача, которая решается в Word2Vec. Уменьшается размерность за счет того, что сначала моделючится, а потом производится матричная факторизация, короче, и я не помню, что там точно. Короче, сжимается объем. То есть получается, например, не 500 тысяч векторов, не 500 тысяч варьбутов, а 100 отребутов всего. Первое. Второе. Система, когда она, вот эти слова встречаются похожи, она считается как бы в кавычках синонимами, у вас получается точка в многомерном пространстве, вот этих похожих слов, они, точки начинают совпадать. То есть у вас фактически получается заранее модель машинного обучения помогает вам близкие по значению слова. Вот кофе и чай, это будут близкие по значению слова, хотя они разные, но они часто встречаются вместе, допустим, или кофе, там сахар, они будут рядом. И вот они кластеризуются как бы в общего облака. Поэтому у вас уменьшается размер векторов, если используете кубер, то век, и у вас получается как бы все-таки вектора получаются более осмысленные. К сожалению, мы эту вот штуку не использовали, но сейчас очень-очень серьезно на нее смотрим, потому что это тренд. ее надо использовать. Она находит опечатки, она находит, можно векторные преобразования делать, там Мадрид, Мадрид, не знаю, водка минус рыба равно сало, что-нибудь такое. Нет, реально это работает. Королева минус король плюс что-то еще равно то-то. Это случайно так получается, точнее не случайно, какие-то закономерности в словах есть. Обратите, пожалуйста, внимание, я прямо об этом говорю. Идем дальше. Ну, Каминс. Значит, почему он у нас не заработал? Потому что это алгоритм в лоб, 10 миллионов товаров, миллион кластеров, 100 итераций, пока он сойдется, допустим, да, столько-то видов слов. В общем, это все надо перемножать. Анголизмическая сложность. Ну, вот видите, ну, в общем, ждать долго придется, больше, чем время Земли, да, существования. Ну, не захотелось нам с этим связываться. Хотя, на самом деле, на самом деле, я потом расскажу все-таки, а, как мы это делали? О, это же интересно. Смотрите, что получилось. А у меня дальше слайд про это. На самом деле, я взял Каминс из спарка ML-либо, а он падает по памяти. Вот я запустил, а он падает. Я его переписал полностью. Запустил, он перестал падать, но там было написано криво. То есть он там, он неправильно память использовал. Что-то загружал в память, держал. В общем, я переписал его. Он стал работать, но страшно долго. Я понял, что вот такое время выполнения и нам не подходит. Значит, давайте посмотрим, что у нас Apache Mahao дает нам, какие на выбор алгоритмы. Мы пошли искать алгоритмы. Оказалось, что значит, алгоритмов не так много нам дается. То есть в принципе, для кластеризации нам дается вот Каминс, Каминс, Канопин, ну это тоже выбор оптимальный, Каминс. Стриминг Каминс и спектрал кластеризация. Ну это вообще штука с матрицами работает. А надо будет дико тормозить, короче. А вот эти, фактически нам даются Каминсы в Mahao. Для Spark там только один был, значит, Каминс, поэтому туго с алгоритмами даже. А когда мы пошли в Spark MLEP, оказалось, что он дает нам несколько алгоритмов кластеризации. Опять же, этот Каминс простейший, гауссовский, потом, значит, Power-Oteration кластеринг, интересная методика. Насколько я помню, вот сейчас, по-моему, это тоже вариант спектральной кластеризации, но поправьте меня. Ну, короче, он тоже медленный. В общем, это тоже вот эти вещи, они все как бы, они медленные. В итоге не получилось, не получилось кластеризовать обычным алгоритмом, к сожалению. Да, на кластере, да, MapReduce, падает, переписали, написали свой вариант. В общем, в итоге я написал вариант Каминс, кластеринг by boost-up operation. То есть, на самом деле, я как бы начал тестировать вот эту область, не знаю, не помню, 500 тысяч мерную, где у нас эти тексты живут, описание слов. Я начал Каминс сделать послойный. Раз слой, два слой, три слой. И получилось, что как бы, то есть с сэмплингом, сэмплингом я стал собирать вот эти точки кластера. Получилось на самом деле кластеризовать эти, значит, вот эти 10 миллионов товаров, достаточно разумное время. Ну, там часы, там им куча серверов потребовалось. Но фигня получилась, что из-за того, что это текст, из-за того, что сэмплинг используется, из-за того, что это мелоподобие. То есть, я не все кластеризовал, а какую-то часть. Получилось, что фигня, там, не знаю, топор самолетом могли объединиться в один кластер, что недопустимо. То есть, метод работает, ну, очень грубо, очень неточный. Поэтому захотелось все-таки точный метод найти, который позволит реально склеить вот эти вот похожие товары. То есть, захотелось все-таки, мы поняли, что надо все товары все-таки друг с другом склеить. Ну, понимаете, что все склеить, надо каждый сравнить с каждым, опять получается дурдом, потому что, если будет каждый с каждым, 10 миллионов, может, на 10 миллионов вы попадаете на, не знаю, на миллиард лет после апокалипсиса, точку во времени. То есть, не подходит. То есть, что делать непонятно. А надо найти метод, чтобы все-таки мы каждый сравнили с каждым. Опять математика, да, сейчас будет страшная хардкорная математика. Да. Ну, смотрите, значит, опять мы зашли, опять Джаккард наш любимый появился, метрика. Это одна из самых простых метрик похожести. Значит, первое, зачем я хочу рассказать про минхэш? Чтобы понять, что это такое. Вам, во-первых, пригодится эта технология. Во-вторых, я расскажу, почему он нам очень сильно подошел. Значит, минхэшинг это, не знаю, надо бы аналлоберскую премию за это дать. Это технология сжатия векторов огромной размерности в маленький вектор. Как она работает? Допустим, у вас вектор 500 тысяч элементов, а вам надо сжать эти вектора и получить какую-то сумму, ну, какой-то маленький вектор из этого большого. Ну, зачем это делать? Это фигня. Главное, зачем это делать? Смотрите, если у нас стоит задача сравнить вектора друг с другом, что для кастеризации используются. Один вектор с другим мы все равно сравним. Мы, точнее, не сравним. Мы ищем похожесть. То есть, конечно, быстрее находить похожестьes между векторами размером 100 и 100, чем между векторами 500 тысяч, 500 тысяч. Правильно? То есть, наша задача попытаться сжать вектора, но так, чтобы, когда мы сравниваем вот эти суммы, ну, сжатые вектора, то есть, если сжатые вектора похожие, то и большие векторы похожие. Если сжатые векторы не похожи, то и большие не похожи. Понимаете, в чем тут секрет? То же самое получить, то есть уметь их сравнивать, но так, чтобы эти короткие можно было сравнить и понять, насколько длинные друг от друга отличаются. Для этого придумали минхэш, вольтовист его придумали. Как он работает? Вот тут самый простой пример. То есть у нас есть вектора, у нас есть, нет, у нас есть, короче, да, у нас есть вектора и мы определяем набор хэш-функций различных. Например, вот это вот одна хэш-функция, мы применяем, значит, на каждый вектор, мы применяем, например, вот эту хэш-функцию применяем. Видите, вот этот вектор трансформировался в такой вектор, да? Ну, понятно, х плюс 1, мод 5. И мы определяем минимальное значение, оно равно, допустим, вот это вот, четвертый ряд, да, или там, да, четвертый ряд. А здесь, допустим, минимальное значение здесь, третий ряд. И, допустим, записываем здесь четверочку, здесь записываем троечку, либо по рядам, либо по значениям. Ну, главное, что, главное, что, ну, либо можем вот это значение взять, либо ряд. А нет, мы вот это значение берем, вот это значение берем. Если здесь минимальное значение, здесь это нолик, а здесь там единичка. Понимаете идею? Что мы берем вектор и определяем, например, 50 хэш-функции. Потом каждую хэш-функцию прогоняем по вектору, определяем минимальное значение хэш-функции и получаем число. Делаем это 50 раз и записываем вот этот 50 раз, записываем вот в эту. И получается, если посмотреть вот эту формулу, Это похожесть у нас по Джаккарду. И получается, что вероятность, что вектора совпадут в этом пересечении, равна, как по теории вероятности, числу благоприятствующих событий на общее число событий, которое может быть, классическая теория вероятности. И получается, что вероятность совпадения хэш-сум, оно равно похожести векторов друг на друга изначально. То есть мы задачу решили. Мы сжали измерения, сократили, и Джаккарда можем мерить похожесть маленьких векторов по 50, допустим. И их похожесть будет равна похожести больших. Это офигенный прогресс. Мы уже можем кластеризовать гораздо быстрее. Ура! 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 И сейчас 7хэш работает немножко не так, но посмотрите эту технологию тоже, по-моему, гугловую. Она также сжимает вектор. Идем дальше. И главное, что минхэш, он совместим с LSH. LSH в следующий слайд. А, нет, не следующий слайд. Ну ладно, я сейчас про шиньг. Запоминайте пока, для чего мы сжали. Теперь текст шиньг. Что это такое? Когда у вас, например, вот вы сравниваете такие тексты между собой, то слова везде разные. То есть если вы делаете множество и сравниваете множество между собой, ну, слова со словами, да, то мы понимаем, это вообще разные тексты. Потому что здесь штаны есть, красные есть, там лохровые в полоску, полосатые в полоску, видите, опечатки там, у нас же еще люди по-разному эти тексты вводят. Поэтому тупо сравнивать слова даже после стеминга нельзя. У вас все тексты будут непохожие. Поэтому что делается? Используется простой принцип шиньглинга. Что такое шиньглинга? Это вот, это черепица. То есть, например, вот так мы делаем, видите? Мы текст представляем в виде шиньглов таких, кусков, 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 кусков. И когда мы сравним кусочки вот эти, оказывается, что два текста, даже написанных немножко по-разному, да, но когда мы сравниваем с шиньглами, они похожи, они похожи между собой становятся. И, конечно, это помогает, мы когда, мы долго экспериментируем с обработкой текста, и оказалось, что шиньглинг, определенный размер этого окна, оказалось, что только так, на самом деле, и можно вот эти наши короткие описания текстовы сравнивать. Этот способ еще используется, например, для определения похожих статей научных работ, любых статей, когда, ну, плагиат так можно определять, и, допустим, ну, там люди там что-то, ну, буквы поменяли, да, и все равно мы понимаете, да, вот как машина обучения, мы понимаем, что эти тексты все-таки похожи в чем-то, хотя бы в этих кусках, в этих, в этих. Это напоминает вот эту вот обработку изображений, когда мы там через разные светофильтры пропускаем, да, пиксели, получается разные значения. То же самое здесь. Мы кусками вот так текст снимаем, вот так вот, вот. И эта методика работает. Она, может, непонятно сразу, ну, понятно, наверное, да. Она работающая, она удобная. И теперь, и теперь, значит, мы переходим к векторизации все-таки. Что же мы, как же мы векторизовали текст? А я расскажу. Мы взяли вот этот текст. Значит, понятно, что вот вектор back of force, да, нам не подошел, он слишком длинный, да. Его можно сжать. Я уже сказал, как сжать. Но мы все-таки использовали минхэшинг, сигнатуру. И фактически после сжатия у нас получился вектор, там, ну, от 100 до 500 элементов. На самом деле жесткий. Я говорю, это разные эксперименты мы проводили, но, в принципе, размер получается небольшой. Все, да, все. Мы как бы получили кучу векторов. Теперь самое интересное. Мы размерность сжали, вектора мы можем сравнивать. Мы можем выбрать любой алгоритм, любой алгоритм кластеризации. Но вопрос, нам все равно надо сравнить с каждым, да, и определить кластера. Как это решить? Как это решить? То есть задача осталась. Мы немножко приблизились к ее решению. Сколько у меня времени? 15 минут. И вот начинается, значит, LSH. Что такое LSH? Кто вообще сталкивался с LSH? Вот видите, да. Значит, LSH – это такой хакерский способ определения дублей. Суть в том, что LSH определяются хэш-функции, которые коллизируют, совпадают. Если совпадают исходные объекты. Вот когда мы взяли с вами вот этот вот Джаккард, вот эту метрику для определения похожести, она у нас работает с этим алгоритмом локалит сенситив хэшинг хорошо. И поэтому мы ее взяли, поэтому она так сложилась, короче. Это правильно. Есть еще несколько других хэш-функций, которые можно использовать для LSH. Суть в том, что вам не нужно при кластеризации, вам не нужно ходить, как в комминсе сравнивать каждый элемент с каждым, потом вычислять общий центроид, потом перемещать центроид сюда, то есть суммировать элементы, потом опять идти. То есть вам не нужно. Вы тупо в классическом LSH вы создаете еще один набор хэш-функций. Еще один набор хэш-функций, например, там по пять. И у вас, например, пять бандлов вы делаете, в каждой по пять хэш-функций содержится. Они разные хэш-функции. И идея в том, что похожие объекты, похожие тексты, похожие вектора попадут в один бандл, в один бакет, понимаете? В один бакет. То есть и потом вы просто ходите по бакетам и собираете попавшиеся элементы. У вас там получится после кластеризации, допустим, 12 тысяч или миллионы бакетов получится. Или даже меньше. Это все, каждый бакет, в принципе, у вас будет кластером. Понимаете? Идея какая в чем? То есть вы берете в один проход, фигачите, короче, все вектора в это вероятность на решето. Оно забивается вашими векторами. Это делается всего в один проход. А потом вы идете по векторам, по бакетам и достаете оттуда пары. Отдостаете оттуда пары, которые склеиваются. Они уже склеились за счет этой вероятности на модели. Но мы подумали, и нам оказалось, что можно еще проще задачу решить. Как мы сделали? Мы использовали бендинг. Что такое бендинг? Бендинг – это технология. Смотрите, у нас есть вот этот вектор из 100 элементов. Надо поймать похожие элементы. Просто похожие. Мы упростили задачу вообще. Я был против на самом деле. Мы спорили, но в итоге получилось все хорошо. Мы взяли просто кусок. Можно было сделать как? Можно было делать несколько бендов, например. Что такое бенд? Допустим, у нас вектор 100. Первый бенд – это, допустим, 25, второй бенд – 25, третий – 25, четырех – 25. То есть мы берем 25 элементов из вектора. И кидаем их в бенд. То есть мы берем просто 25 элементов из вектора и кидаем их в какой-то бенд. Вот это хэш-сумов, где мы склеиваем вот эти 25 элементов. И другой вектор, который похожий на этот вектор, он тоже будет иметь 25 элементов, совпадающих с этими. Понимаете, в чем суть? Потом берется следующий 25 элементов. То же самое. И кидаются в какую-то корзину. И все элементы. В итоге, когда вы по этим корзинам проходите, когда вы получаете все корзины, у вас математически тут можно вывести формула. Можно определить число бендов и число элементов в корзине. Число корзин, число элементов в корзине. У вас похожие товары находятся. И все. Ваша задача потом обойти все корзины и достать этот товар и склеить в кластера. Эта задача просто на десятки порядков проще получается, чем использовать классическую кластеризацию. Но мы еще больше сделали упрощение. И мы сделали всего один бенд. То есть мы взяли тупо, примерно говорю, 40 первых элементов берем, этого вектора. И вот это у нас является хэшом. И кидаем. То есть в хэш таблицу попадает вот это вот 40 элементов первых. А дальше попадают туда элементы, которые имеют такой же кусок одинаковый. Все. Мы прогнали все это в один проход. И обалдели от результатов. У нас склеились все дубли. Склеились похожие товары. А непохожие мы отбросили. То есть мы там еще… Там был небольшой процент непохожих. Мы убрали высокочастотные слова, редко встречающие слова. И получилось, что… Получилось следующее. Получилась вот такая штука. То есть мы за 2-3 часа примерно на 8 спот серверов у нас кластеризуется 8 миллионов товаров в 1 миллион кластеров. Фактически в один проход. Потому что один бенд. Нам не нужно джонить их между собой. Получились кластера. Мы экспериментировали с настройками. Получились адекватные кластера. Носки, трусы, автомобили. То есть таких глупостей, как топоры, самолет уже не получалось. Кластера получились адекватные. Кроме того, мы стали в эту кластерную модель сжатую, мы прогнали по… Мы для чего это делали? Для того, чтобы наши персональные рекомендации работали лучше. То есть мы стали работать не с какими товарами, а с этими, с этими кластерами. То есть каталог из 10 миллионов превратился в 1 миллион кластеров. И все персональные рекомендации мы стали выдавать через кластера. То есть пришел товар, мы положили, нашли кластер, положили. И мы это решили через NoSQL. Там очень простой алгоритм получается. Ну, просто положил, достал. В итоге, когда мы начали бенчмаркать наши рекомендации персональные, оказалось, что… То есть как мы их бенчмаркаем? Мы берем исторические данные за месяц назад. Мы берем пользователя, видим, какие у него товары есть. И мы знаем, какие товары он потом купит, правильно? И мы пытаемся со старыми товарами его, в этот момент делаем предсказания по кластерной модели и проверяем, насколько мы угадали, сколько он купил товаров. В итоге, понимаете, да? То есть мы берем старое его состояние, предсказываем, и смотрим, сколько мы угадали, потому что он потом купил. Честная модель предсказания. Оказалось, что использование кластерного каталога в разы улучшает точность рекомендаций товарной, точность. Мы стали попадать гораздо лучше. Просто за счет того, что мы данные сжали вот так вот и объединили по смыслу. Мы как бы, ну, понимаете, мы объединили дубли и так далее. Все, цель достигнута. Списанные рекомендации стали лучше. DynamoDB, значит, храним. Поэтому мой совет, значит, ищите простые решения. Ищите. Оно должно быть обязательно где-то. И если оно решает ваши задачи, это простое решение в больших данных, оно, это ваше решение. Не пытайтесь там что-то усложнять. Не пытайтесь там, ну, как бы, я верю в то, что всегда можно найти простое и эффективное решение, которое за 10% усилий решит 90% задачи. А если есть время, там уже 10% тюнти. Спасибо. Спасибо. Спасибо.